SCP-047 микробиологический мутаген, класс объекта Китер, особые условия содержания. SCP-046 должен постоянно содержаться в герметично запечатанном контейнере размером 0,5 м на 0,5 м на 1 м. Этот контейнер должен быть закрыт на складе 0,47А, внутри защищённый по классу R3 биолаборатории 0,47B. Любой вход в и активность внутри 0,47B будет зафиксировано биометрическим сканированием, автономной видеокамерой и удалено. Вход в 0,47B требует разрешения руководителя проекта в дополнение как минимум к одному разрешению сотрудника уровня допуска О5. Во всех протоколах, включая принудительный карантин SCP-047, оценивается как биологическая угроза четвёртого уровня. Для этой цели в дополнение к лаборатории 0,47B предоставлено помещение Q-047. В случае внешнего заражения SCP-047-1 должен быть применён протокол блокировки 0,47-01 Версиния. На изображении SCP-047 перед захватом в защищённой лаборатории зоны засекречены после нарушения условий содержания. Описание SCP-047 это сильно проржевевший пробитый газовый баллон. Из железа-удалено сплава. На открытом воздухе материал баллона медленно испаряется, выделяя ранее неизвестный мутагенный газ. Этот газ не оказывает эффекта на эукариотические организмы, например, людей, но глубоко изменяет прокариотические, отдавая предпочтение обычной человеческой микробиоте, природные микроорганизмы, которые живут на коже и во всём теле человека. В редких случаях эти мутации производит супермикроба, также известного как SCP-047-1, естественного симбиота с увеличенной выживаемостью и, следовательно, условной патогенностью. Примеры вызываемых SCP-047 изменений позволяют предположить, что эти очень заразные микробы в какой-то степени избирательны. Несмотря на то, что виды SCP-047-1 зависят от базовой бактерии, от которой они произошли, вот некоторые характеристики, которые возникли и являются общими во всех случаях мутации SCP-047-1. Увеличенная выживаемость в естественных условиях жизни бактерии и в условиях, схожих с ними. Полное сопротивление всему спектру антибиотиков. Увеличенная скорость воспроизводства и потребления доступного материала. Развитие способности к образованию спор у грамм положительных бактерий. Улучшенная способность к развитию, удержанию и разделению плазмидов, особенно у грамм отрицательных бактерий. Увеличенная скорость распространения, благодаря вышеописанным способностям. Образцы SCP-047-1 обычно сильно изнуряют организм и крайне вирулентны. Однако, по сравнению с другими SCP-класса КТР, следует отметить, что у SCP-047-1 довольно низкий уровень смертности, благодаря их действию через земные биологические пути. Несколько штаммов бактерий были выборочно мутированы. SCP-047. Мутация бактерий как культура возможна, но процесс показывает себя намного более эффективно, когда бактерия живет на человеческом носителе. Вообще, мутация природных симбиотов в экспериментальных целях поочаряется, но после нарушения условий содержания 30.1.2010 смотрите отчет об инциденте версии 047-01 в скобках 2010. Мутации базовых патогенных видов запрещены и все существующие образцы должны быть уничтожены. Эти конкретные виды мутировавшей бактерии SCP-047-1 не внесены в записи из-за их участия в нарушении содержания дата засекречена. Отчет об инциденте 047-01 в Версине. Задействованные SCP-047. Описание. 30.01.2010. Приблизительно в 3 часа ночи. Склад 047-C. Лаборатория 047-B. Зона засекречена. Содержащие образцы мутированных SCP-047 бактерий. Был взломан после полного и одновременного данные удалены. Система безопасности в зоне. Три образца из 12 были украдены. Данные удалены после первого нарушения условий содержания. Вспышки инфекции одного из украденных штампов пропиони бактерии 047-A отмечали в сообществах по всему миру с увеличением площади поражения и плотности населения. Ниже приведена информация об украденном материале, распространенном и последующих локализациях. Задействованные объекты. Пропиони бактерия 047-A. Стрепотокок 047-C. Клостридий 047-A. Смотрите SCP-047 для получения дополнительной информации. Информация о вспышках. Первая вспышка. Пи-047-A 27.02.2010. Сибирь. Локализована. Смотрите отчет об инциденте. П-047-A-03-2010. Вторая вспышка. П-047-A 30.03.2010. Северо-западная территория Канады. Локализована. Смотрите отчет об инциденте. П-047-A-04-2010. Третья вспышка. П-047-A 29.04.2010. Южная Австралия. Локализована. Смотрите отчет об инциденте. П-047-A-05-2010. Четвертая вспышка. П-047-A 27.05.2010. Мата Гросса. Бразилия. Считается локализованной. Смотрите отчет об инциденте. П-047-A-06-2010. Предупреждение. Агентам в зоне предписывается. Ознакомиться с симптомами. П-047-A. И быть готовыми к возможным инфекциям. Пятая вспышка. П-047-A 26.06.2010. Удалено Ирак. Зона немедленно удалена. Поэтому инфекция считается локализованной. Доступ к отчету об инциденте запрещен без разрешения О5. Шестая вспышка. П-047-A 26.07.2010. Камерун. Введен карантин. Меры по выслеживанию покинувших карантинную зону граждан продолжаются предприниматься. Инфекция не локализована. Смотрите отчет об инциденте. П-047-A 07-2010. Седьмая вспышка. П-047-A 24.08.2010. Доллар на Швеции. Введен карантин. Инфекция считается локализованной. Смотрите отчет об инциденте. П-047-A 08-2010. Предупреждение. Агентам в зоне предписывается ознакомиться с симптомами П-047-A и быть готовыми к возможной инфекции. Восьмая вспышка. Нет данных. Считается, что произошло в КНДР. Данные удалены. Агенты в правительстве попытались получить доступ к параллельной информации. Но из-за данной удалены местные службы были крайне несговорчивы. Статус локализации неизвестен. Девятая вспышка. П-047-A 23.10.2010. Южная Каролина, США. Введен карантин. Усилия по выслеживанию покидающих зону карантина гражданских в основном были успешны. Считается, что одному гражданскому на пикапе удалось данные удалены. Инфекция не локализована. Итог. Доклады из данной удалены показывают, что вряд ли следует ожидать последующих вспышек. Но агентам предписывается быть готовыми к новым вспышкам болезни, разносимых гражданскими из предыдущих зон заражения. Из-за споруляции П-047-A это может продолжаться несколько лет. Расследование первых случаев заражения продолжается. Любой обладающий полезной информацией может анонимно сообщить ее службе безопасности, следуя прикрепленной форме. Пропионибактерия 047-A штамм P-анакнез мутированный SCP-047. Показать подробность. Патокинез. Сильное поражение кожи вокруг сальных желез. Изменение pH до токсичного для клеток кожи уровня. Массивное воспаление и инфильтрация в лимфоциты. Возможно разрушение структуры кожи, ведущей к сепсису. Способ передачи. Передается контактно, бытовым путем. Возбудитель остается активным на неорганических поверхностях до 5 часов. Локальность. Уровень смертности составляет приблизительно 40%. Продолжительность заболевания составляет от 2 до 6 недель. Клиническая картина проявляется через 5-10 часов. Заразность сохраняется от 2 до 5 часов. Введение пациента. Как только формируются видимые симптомы, пострадавшие должны быть помещены в карантин. Умершие пациенты должны сжигаться. На фотографии. D-159-78. Зараженный P-047-A. Спустя 2 дня после первого появления симптомов. Стреп-такок 047-C. Штамм S-MITIS. Мутированный SCP-047. Показать подробности. Патогенез. На ранней стадии вызывает воспаление рта и пищевода. Появление язвы в ртовой полости может спровоцировать дальнейшее осложнение, включая сепсис. Смерть обычно наступает из-за острого воспаления эндокарда. Эндокарда. Способ передачи. Передается воздушно-капельным путем. Путь передачи через слюну и отхаркиваемую при кашле мокроту. Из-за образования спор может оставаться активным в неопределенное время. Летальность. Уровень смертности составляет приблизительно 35%. Если не оканчивается смертельным исходом, может перейти в хроническое состояние. Введение пациента. Субъекты с любыми признаками инфекции рта должны быть помещены в карантин. Умершие пациенты должны сжигаться. Кластидия 047-А. Штамп S-дефисил. Мутированный SCP-047. Показать подробности. Патогенез. Неизвестно. SCP-047-А развился из культуры мышечной ткани и никогда не обнаруживался у человека. Организация не располагает образцами S-047-А. Способ передачи. Неизвестно. Предположительно, зараза передается фекально-оральным путем. Как в случае с С-дефицилием. Благодаря маленьким, но более устойчивым к воздействию окружающей среды спорам. Может аэрозолироваться в кишечные газы. Эффекты от вдыхания С-047-А на данный момент неизвестно предугадать. Летальность. Неизвестно. Предполагается очень высокий риск разрушения внутренней поверхности желудочно-кишечного тракта. Ведущего к воспалению сепсису токсичному мегаколону. Введение пациента. До завершения дальнейших исследований пострадавшие должны быть помещены в карантин под круглосуточное медицинское наблюдение для разработки эффективного способа диагностики этого штамма. Трупы пациентов должны сжигаться до выполнения полной патологоанатомической экспертизы. Протокол захвата 047. SCP-047 был получен из защищенной лаборатории зоны засекречена. Группы захвата биологического материала в ответ на чрезвычайную ситуацию дата засекречена. Протоколы тестирования показывают, что исследовательская команда попыталась поместить данные удалены в SCP-стабильный баллон под давлением класса засекречена, что привело к удалено, скомбинированной с удалено. Полный молекулярно-биологический анализ этого явления доступен в удалено. Выпуск газа, когда SCP-047 был структурно дестабилизирован, вызвал микробиологический расцвет неизвестного числа видов SCP-047-01, которые убили весь персонал лаборатории в течение засекречена часов. Обнаруженный персоналом зоны засекречена подвергся обработке согласно стандартному протоколу фонда для ситуации карантина-заражения. Инфекция была успешно локализована.